Сегодня в Вестнике Северодвинска Город Корабелов вписал в свою историю еще два события. Здравствуйте, в эфире Вестник Северодвинска, а в студии Владимир Богомолов. Сразу два исторических события произошли за год в Северодвинске. В день города их увековечат на аллее памяти. Сегодня к дворцу молодежи строитель доставили 13-ю памятную стеллу, где разместят табличку. К главному празднику города также установили скамейки и высадили аллею из лиственниц. Вот на этой сделаем, а это будет в запасе. Пока эта стелла пуста, но уже в день города на ней появится гранитный камень с двумя пунктами из истории Северодвинска. К дворцу молодежи строитель сегодня подвезли 13-ю стеллу. 12 с летописью жизни города с 36-й по 2012-й появились здесь ровно год назад. Будет установлена стелла, на которой будет информация по сдаче викромадити. И второе – это сдача нашего тезки города корабля «Северодвинск». Поэтому вот эти две даты будут отмечены здесь на стелле. Пока летопись Северодвинска заканчивается датой окончания строительства самой протяженной трассы – Архангельского шоссе. Ко дню города у строителя высадят еще одну аллею деревьев. Это 30 лиственниц и 10 сосен. Сегодня в городе открылись пришкольные лагеря, поэтому озеленять аллею пригласили воспитанников из 25-й школы. Пришли 153 человека. Ровно? Да. Так, держим. Мы с необычным человеком, как бы с мэром города садим дерево. И очень интересно садить. Мы занимались тем, что мы ходили в кино и садили деревья. Мы гуляли в лагере. Мне очень понравилось в лагере. В аллее «Лиственниц» жители смогут и отдохнуть. Здесь установят шесть скамеек. На двух из них можно посидеть уже сегодня. В администрации заверили сюрпризов для северодвинцев. День города устроят много. План мероприятий уже готовится. Ура! Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Несколько лет удерживали муниципальный участок земли, но так и не построили дом. По решению арбитражного суда Архангельской области, накануне изъяли участок муниципальной земли, который был выдан строительной фирме еще в 2007 году. На Ломоносово-5 многоквартирный дом должен был появиться еще семь лет назад. Именно тогда администрация заключила договор аренды со строительной фирмой. После окончания срока действия договора администрация пожелала вернуть земельный участок. Но строители пошли в суд, требуя признать действия мэрии незаконными. В ходе процесса выяснилось, строители заключили договор с другой аналогичной фирмой об участии в долевом строительстве незаконно. Так что компании якобы получили право на недвижимость. Когда прекратился договор аренды, когда мы в судебном порядке доказали, что действия администрации были законными по прекращению арендных отношений, обратились в адрес ООО «Произ» и ООО «Стройкомплекс» с просьбой снять обременение, которое было зарегистрировано с нарушением требований законодательства. Они от этого отказались. Арбитражный суд признал действия фирмы незаконными. Теперь земельный участок площадью 5000 квадратных метров готов к поиску строительной организации. К слову, фирма, которая оставила после себя лишь руины, имеет долг местному бюджету сразу по нескольким судебным решениям – более 500 тысяч рублей. С Днем защиты детей сегодня традиционно поздравили юных пациентов. Подарки ребятам из детской больницы собирали всем городом. Их оказалось так много, что отмечать праздник пришлось несколько дней. Для тех, кто вынужден проводить летние каникулы на больничной койке, устроили праздник на день позже городского. В детской больнице радовать пациентов в начале июня – многолетняя традиция. Сегодня в гости к ребятам от имени Попечительского совета и городской администрации заглянул мэр города Михаил Гмырин. Несмотря на то, что сегодня здесь медицинские работники, наши доктора и все делают для того, чтобы пребывание было менее болезненно для вас, но лучше, конечно, сюда не попадать. Поэтому не хворайте, не болейте, да и родителей своих не расстраивайте. Подарки для маленьких пациентов собирали всем городом. Порадовать ребят решили как общественные организации и юридические лица, так и рядовые северодвинцы. Завозить подарки пришлось в несколько приемов. Здесь холодильное оборудование, средства гигиены, одежда, констовары и, конечно, игрушки. Впрочем, устроили для ребят в дни праздников и концерты. Показывали нам, как сказать, спектакль, и мы радовались все. Также подарили нам конфеты всем. Тоже был праздник. Подарки все нужны. Причем самого разного уровня подарки. От вспомогательных средств различных для детишек, для детей-инвалидов, до обычных констоваров, игр, книжек и так далее. То есть все нам необходимо. У нас прекрасный попечительский совет. У нас очень много друзей, кто нам помогает оказывать благотворительную помощь. Глава города также обсудил с главным врачом детской больницы Галиной Кузьминой текущие проблемы учреждения. Сейчас остро стоит вопрос о приобретении специальных реабилитационных кресел для детей, страдающих ДЦП. Городской администрации обещали помочь в закупке дорогостоящего оборудования. День защиты детей в минувшие выходные отметили и в городском парке культуры. Там для маленьких северодвинцев приготовили сразу несколько развлекательных и обучающих площадок. Причем в основном участники праздника выбрали именно последние. Как провели дети свой день в нашем следующем сюжете. На асфальте целая планета и десятки ее жителей из разных стран. Так, Аня Орлова представляет мир. Девочка сегодня участвует в конкурсе рисунков мелом, но ее работа – настоящее послание взрослым. Они говорят, северодвинка с детьми должны дружить, а не просто защищать их в праздник. Я рисую, как на всей планете царит мир. А почему ты решила сегодня это нарисовать? Потому что иногда взрослые не дружат с детьми. Они считают, что они очень маленькие и с ними нельзя так же разговаривать. Городской парк культуры и отдыха в День защиты детей предложил маленьким жителям сразу несколько площадок, в то время как на одной – танцы и веселые конкурсы, на другой – обсуждение недетских проблем. На стенде ребята пишут, какие обстоятельства могут заставить обратиться по телефону доверия. Специалисты Центра «Солнышко» уверяют – это не детские фантазии, а реальность нашего города. Таким ребятам на соседней площадке дети сегодня посвящают гирлянды с бумажными бабочками счастья и своими пожеланиями. Я пожелал бы удачи и радости. И чтобы они жили с родителями. А другие ребята озеленяют территорию парка. Фамильные дубы в День защиты детей высадили 18 семей. На каждом теперь специальная ленточка, чтобы не перепутать деревья. В дальнейшем собираемся как-то обложить камушками или как-то пометить его. Еще почитаем, как что лучше делать для этого, какие-то рекомендации. Есть лестницы, есть спиреи, есть калина бульданеш, есть клены, кленгеналы, есть обычные клены, есть жимолость, есть ель сербская, есть ель обыкновенная, есть можжевельники. Но что-то очень маленькое придется подождать некоторое время. Всего в парке культуры и отдыха теперь 22 вида деревьев. Так что относиться к ним горожан просят бережно. Как, впрочем, и к рисункам на асфальте, которые появились в детский праздник. Ведь здесь все, что порой ребята стесняются сказать взрослым. Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. А специально для наших маленьких зрителей редакция ТРК Северодвинск объявляет конкурс рисунков «Мой город». Акварелью, гуашью, карандашами, углем, фломастерами или тушью нарисуй, каким ты видишь любимый Северодвинск. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 13 лет. Независимые эксперты выберут лучшую работу и объявят победителя 7 июля. Лучший рисунок будет размещен на баннере к дню рождения Северодвинска. Работы принимаем на Советской 55, второй этаж. Рисунок должен быть оформлен в альбомном формате А4. В нижнем правом углу надо подписать имя и фамилию автора, а на обратной стороне контактный телефон. Ждем рисунки со 2 июня по 2 июля на Советской 55. Подробную информацию можно получить по телефону 50-3008. В связи с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами оказания услуг связи для целей кабельного вещания, с 3 июня в сети ЯНИТелеком меняется порядок телевизионных каналов. ГТРК Северодвинск будет размещаться на 11-м канале, а телеканал «Звезда» на 12-м. Обращаем внимание, изменений в частотах не произойдет. Меняется только порядок каналов. Сегодня наша страна отмечает День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Дату установили в 2011 году как своеобразный русский ответ американскому дню, когда можно есть то, что хочется. Идея в короткие сроки получила широкую поддержку. Теперь о погоде. Слово в ведущей рубрике «Небесная канцелярия» Ольге Матвеевой. Солнечный и теплый летний вторник обещают нам синоптики. Здравствуйте! О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Победили злую гусеницу и получили подарки. День защиты детей отметили в дюймовочке. За взятку принял 15 экзаменов. Дело преподавателя техколледжа передано в суд. О метеопрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор – Северодвинский агрокомбинат. 3 июня, по данным ГИСМЕТИО, в Северодвинске ночью ожидается 7 градусов тепла. Днем будет плюс 16. Ясно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 770 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 3 июня – день Елены и Константина. В этот день заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен. Люди примечали, если в этот день идет дождь с грозой, то и осень будет с дождями и сильными ветрами. А полезными овощами в любую погоду порадует наш спонсор – Северодвинский агрокомбинат. Всегда свежая и качественная продукция. Северодвинский агрокомбинат. Доверяйте региональному качеству. На этом у меня все. Желаю вам солнечного летнего настроения и добрых улыбок. До свидания! Северодвинский агрокомбинат. Доверяйте 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 с Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Танцами, песнями и загадками сняли проклятие и получили подарки. Воспитанники детского сада «Дюймовочка» отметили День защиты детей. К празднику воспитатели специально сшили костюмы, точно как в популярном мультфильме. Кто веселый, умелый, самый ловкий, самый смелый? Да! Ответить на каверзные вопросы и расколдовать сундук с подарками. Воспитанникам детского сада «Дюймовочка» поставили задачу – переманить злую гусеницу на сторону добра. В честь Дня защиты детей сотрудники дошкольного учреждения разыграли сценку по мотивам популярного мультика. Костюмы Лунтика и его друзей шили специально для торжества. Этот детский комбинат отличается от многих особой теплотой. Надо сказать, что здесь работает очень хороший коллектив. Я с ними знакома уже в течение года. Коллектив очень высоких профессионалов. Они очень творчески подходят ко всем праздникам. На каждый праздник у них есть определенные новые костюмы. Они пишут новые сценарии. С наступлением лета большую часть времени дети будут проводить на улице. Поэтому и подарки от гостей соответствующие. Сегодня она снова у нас с подарками. Это совочки, это формочки, это машины, это мечи. То, что необходимо для образовательной деятельности детей и для обеспечения полноценного двигательного режима во время прогулок. Также депутат горсовета Светлана Морозова поделилась с сотрудниками детсада и ребятами рассады цветов со своего дачного участка. Их дети посадят своими руками. Полсотни ножевых ранений получила 63-летняя северодвинка. Удары в грудь, живот, спину и ягодицы ей нанес собутыльник. Медиков вызвали соседи пострадавшей. По версии следствия, телесные повреждения женщине причинил 54-летний знакомый в ходе застолья. Злоумышленник задержан. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Три пятерки у нас суббородом, как вам знаете? Да, точно. Клубы за руку! Снимай всем подразделениям. Огонь семь, я комик. Передайте информацию. 15 студентам технического колледжа, возможно, придется пересдавать экзамены. Городской суд передано дело о преподавателе-взяточнике. 42-летний педагог в колледже отработал два года. Из них в течение 10 месяцев с мая 2013 года по март 2014 требовал студентов подарки. Размер взяток колебался от полутора до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте. Но практически все взятки были в виде подарочных карт торговых сетей города. Подаренные карты педагог обналичивал, приобретая бытовую технику и спортивные товары. Все покупки находились дома. Сейчас они изъяты. Вино учитель признал полностью и выбрал особый порядок судебного разбирательства. Поэтому им огрозит наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей. Или лишение свободы на срок до 4,5 лет со штрафом. Сгорела до тла за 15 минут. Оставленная на лестничной клетке детская коляска сегодня стала причиной пожара на Гайдара-3. Со слов хозяйки транспорта, она пришла с ребенком с прогулки. Коляску поднимать не стала. Уже через 10-15 минут тревогу забили жители первого этажа. Я дверь открыл, сразу весь дым на меня. Паспорт забрал, штаны одел и выпрыгнул через окно и все. В том, что за такой короткий промежуток времени пожар мог возникнуть из отлеющей сигареты, огнеборцы сомневаются. Поэтому не исключена версия поджога. В результате возгорания закопчены первые и вторые этажи, двери тамбура и теплоузла. Пожарный подъезд обесточили. Кроме коляски никто не пострадал. Ущерб молодая мама оценила в 5 тысяч рублей. Возможно, поплатится и сама. Пожарные напоминают, хранить коляски и другое сгораемое имущество в подъезде запрещено. Сумма штрафа от 1 до 4 тысяч рублей. Северодвинский филиал Института управления уже более 10 лет обучает студентов по направлениям подготовки высшего профессионального образования. Юриспруденция, государственное муниципальное управление, менеджмент, туризм, прикладная информатика, экономика. По всем вопросам обращаться по телефону 55-72-87. Студия Дизайномарт дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания. И не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас. На Советской 27А ежедневно ждем вас. Мы нырять детей научим и родителей обучим. Приходите к нам скорей, ведь здоровье всем нужней. В Аквалайфе вас всегда ждет чистейшая вода. Ждем вас на железнодорожной 31А, деловой центр «Стальери», центральный вход. Спонсор рубрики «Северодвинский торговый центр». Весник «Северодвинская» о спорте. Северодвинец Вячеслав Литовальцев стал первым номером сборной страны. На прошедшем в Анапе первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет воспитанник «Дю США-2» завоевал золотую медаль. Воспитанник Юрия Никонова и Сергея Филимонова провел на первенстве страны три поединка. Первый бой Вячеслав Литовальцев выиграл техническим нокаутом у представителя Москвы Егора Григоряна. Для выхода в полуфинал «Северодвинец» держал верх над Александром Клещевым из «Орла». В одну вторую Вячеслав прошел без боя. Его соперник не вышел на ринг. В финальном поединке наш боксер встретился с сибиряком Иваном Ступиным. Весь бой Вячеслав отработал первым номером и по единогласному решению судей выиграл поединок. А с ним и первенство России в весе до 56 килограммов. Эта победа дала «Северодвинцу» право выступить в составе сборной страны на первенстве Европы в Венгрии, которое пройдет с 29 июня по 6 июля. На сегодня это все новости о событиях вторника узнаем завтра. Напоминаем, материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Архивные сюжеты и понравившийся проект в любое удобное для вас время. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Суставы – это идеальные природные шарниры по прочности и долговечности, превосходящие все искусственные механические приспособления. Но и у них есть свой срок эксплуатации. При хронических заболеваниях суставов цель лечения – не только снять воспаление, отек и боль, но и оказать восстанавливающее действие на хрящ. Достигнуть этой цели может помочь комплексное лечение, в котором основное место, как правило, занимает магнитотерапия. Достойным представителем магнитотерапии является аппарат Елатомского приборного завода «Алмак». Применение магнитотерапии в лице аппарата «Алмак-01» может поспособствовать снятию боли и восстановлению обменных процессов суставов. На одной из выставок Елатомского приборного завода побывала народная артистка России Валентина Иларионовна Талызина. У меня есть приятельница Нина. И когда я пожаловала, что у меня болезнь спела, она сказала, что у моей соседки есть такой аппарат «Алмак». «Алмак» по специальной цене только с 13 по 15 мая в магазине «Медтехника и здоровье» на улице Капитана Воронина 2 и в аптеках «Здоровье» на Торцево 57-1, Ломоносово 90 и Приморском 24. Спонсор прогноза погоды – такси «Двина». Такси «Двина». Наши в булочную. На такси не ездят. А ты попробуй. Звони. 8-911-573-33-55. 8-950-251-55-33. Во вторник 3 июня в Северодвинске ожидается ветер восточный, юго-восточный умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 770 миллиметров ртутного столба. Ясно, без осадков. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 7-9, днем от 14 до 16 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – такси «Двина». В любую погоду, в любое время всегда к вашим услугам. Субтитры подогнал «Симон»!